Добрый день дорогие зрители с вами Open Science in Ukraine и меня зовут Гуслистый Артём. В этом видео я расскажу как присвоить доис статьям и выпускам своего журнала при условии что у издательский префикс. Три варианта развития событий. Первый это заказать или самим поставить платформу Open Journal Systems официального разработчика Public Knowledge Project. Второй вариант это использовать веб-депозиторскую форму для загрузки метаданных своего журнала, статьи или конференции. И третий вариант на котором я хочу сегодня заострить внимание это новая разработка Crossref, вышла несколько месяцев назад, Metadata Manager в бета-тесте сейчас. У вас есть свой префикс, соответственно к нему должен быть и логин пароль. Вы вводите его для авторизации на странице Crossref.org Metadata Manager. Вот он у нас введен логин и открывается домашняя страница. Здесь вы можете увидеть журналы которые у вас в институте в университете есть либо несколько журналов, либо один журнал. Если у вас здесь пусто и вы первый раз зашли на Metadata Manager, тогда вам надо добавить свой журнал. Для этого нажимаем кнопку New Publication, открывается окошко с информацией про журнал. В принципе здесь по заполнению ничего сложного нет, комментировать это смысла особо нет, я не буду. У нас уже есть заполненный вариант, можете посмотреть вот он на экране, как оно выглядит. И перейдем непосредственно к добавлению статей. То есть принцип работы Metadata Manager заключается в том, что вы создаете выпуск обязательно, в котором вы будете, у вас вышел новый выпуск. Вы создаете новый выпуск и добавляете к нему статьи, при этом параллельно присваивая DOI. Выпуск у нас уже создан, мы в роли теста добавили одну статью, загрузили, она работает. Дальше покажу немножко. То есть как создать выпуск. Вот кнопка Add Record. Нажимаем и здесь есть New Volume и Ищу. Создаем номер выпуска, номер тома, DOI и дата публикации. В заполненном виде это выглядит вот так. Видите, да? ИСЮ1, то есть первый номер в этом выпуске. ДОИ выпуска. Прошу прощения, вот DOI выпуска идет. Ссылка на выпуск и номер выпуска. Дата публикации обязательно. То есть заполнили это все, нажали Save. А, сейчас Save не нажмется, потому что выпуск у нас уже добавлен. Но вы когда первый раз будете нажимать заполните и все нажмете Save, оно у вас сохранится спокойно. То есть у вас вот оно в таком виде будет отображаться. После этого нужно начать добавлять статьи. Для этого мы нажимаем Add Article и открывается форма для заполнения статьи. То есть название статьи. Сейчас я при вас одну статью заполню. ДОИ статьи без префикса. Потому что префикс уже введен в систему, когда вы создали и журнал, и авторизировались. Ссылка на статью. Дата печати и дата размещения на сайте. То есть по умолчанию должно быть один и тот же день. То есть вы должны сразу и подавать в печать его, и публиковать на сайте. Первая страница, последняя страница выпуска. Новая статья, прошу прощения. Один из плюсов метадата менеджера, что сюда можно добавлять аннотацию. Не используя Cyto.js, не используя старую, ну предыдущую форму веб-депозиторскую. Там не было функции добавления аннотации. То есть, знайте, это очень важный момент. Вот мы копируем аннотацию. Первый блок заполнен. То есть, обратите внимание, здесь не один блок. Некоторые из них надо обязательно заполнять. То есть мы заполнили информацию о статье. Теперь переходим к авторам. Я, если вы заметили, копирую это все с OGS. Потому что этот выпуск уже добавлен в OGS. И нет смысла его куда-то там с другого места пробовать. Ну, в идеале, конечно, из Word это все делать. Но мы имеем, что имеем. Идет FirstName. Это первое имя автора. И WasName это фамилия автора. Обратили внимание, да, что заполнили одну страницу. Есть информация об одном авторе. Потом нажимаем Add New. И добавляется еще одна форма для нового автора. Роль мы везде выбираем. Ну, в принципе, автор. То есть, бывает, конечно, что есть роли переводчика. Вот весь вариант. Все варианты ролей. Есть. После этого еще обязательной строкой, рекомендуемой обязательной строкой, является место работы автора. Они у нас в данном случае работают все в одной организации. поэтому мы их оставили напоследок. И теперь проставляем везде места работы авторов. После этого, следующие нам две вкладки не нужны определенно. То есть, нам очень важна еще вкладка Reference. Список литературы. Сейчас я расскажу, что это такое. Вот мы копируем список литературы. И вставляем сюда. Нажимаем Match References. Это, по сути, отдельно идет встроенная уже функция для раскрытия библиографии CitedBy. То есть, мы уже снимали об этом видео материал, как использовать это отдельно, отдельной функцией. Ну, там, прошлые номера, допустим, да. Если они у вас уже имеют DOI с помощью платформы JS, вы их туда добавили или через вторую веб-депозиторскую форму, а вам нужно раскрыть список библиографии, открыть библиографию, то необходимо использовать предыдущую нашу инструкцию по CitedBy. Но если вы сейчас добавляете новые выпуски, ну, это один из, кстати говоря, плюсов веб-депозиторской, методата менеджера, в отличие от OpenJournal Systems и веб-депозиторской формы. Потому что не используя OGS, не используя веб-депозиторскую форму, вернее, используя OpenJournal Systems и веб-депозиторскую форму, вы не можете ни открыть аннотацию для просмотра, да, добавить ее в CrossRev, ни открыть библиографию. А используя Metadata Manager, у вас сразу так одним выстрелом двух зайцев убиваете. Вот вы видите, оно подобавляло все пункты списка литературы, и есть совпадение, вот оно пишет ReviewMatch по пунктам каждому. Тут их можно удалить, если вы где-то ошиблись, или можно удалить все, вот, RemoveAll. То есть, ну, это классно, это очень важная функция. И потом есть дополнительная информация, вкладка. Тут можно выставить язык, публикации. Все, заполнена информация о статье. Мы листаем в самый верх и нажимаем здесь Continue. Save. Запись сохранилась. Ага, видите, да, что она сохранилась, но показывает сразу подсвечивать, где есть ошибки. То есть, в данном случае мы не выбрали роль нескольких авторов. Исправили, нажали опять Save. Все сохранено, ошибок никаких нет. Возвращаемся назад. Мы видим, что у нас появилась еще одна статья, которую мы только что добавили. Написано дата, когда мы ее добавили. Тип. То есть, это статья. И вот вверху созданы номера не выпуск, в котором эта статья опубликована. И ее состояние. То есть, Accepted это у нас принятая статья, уже до и добавлена, проверена. И эта статья находится еще на стадии, так скажем, подготовки, редактирования. Сейчас я вам покажу действительно, что эта статья еще не загружена, и DOI на ней не работает. То есть, вот эта страница статьи. Мы нажимаем на DOI, и вы видите, что оно не работает. То есть, вот если что, адрес 08.18.02. Теперь, как загрузить, ну отправить ее в Crossref. Мы нажимаем на нее галочку. Ну, в данном случае, поскольку это одна статья, мы нажимаем галочку только на одну статью. Если вы сразу добавили по статье и на каждую статью в этот выпуск, то можно нажать на галочку всего выпуска. Отдельно каждую статью. То есть, вот у нас выбрана эта статья. Мы опять нажимаем действие, и это то депозит. Она перемещается в верхнем меню в вкладку к отправке. Вот она появилась у нас статья. Ее можно отсюда с отправки удалить, а можно отправить. Мы нажали депозит. Она загружается. И вот мы видим форму отчета. То есть, у нас одна отправка принята. Все хорошо. Ноль с ошибками. Показана дата, время и информация о этой статье. И теперь мы опять пробуем этот DOI. И вы видите, что она открылась. Еще раз нажимаю. То есть, вполне добавлено DOI к статье. Оно загружено. При этом мы открыли библиографию. И сделали доступной для просмотра в Crossref аннотацию. То есть, это мега классная разработка от Crossref. Если у вас нет возможности устанавливать Open Journal Systems. И работать с ней в дальнейшем. То есть, такой более бюджетный вариант скажем. То вот это Data Manager. Именно для вас. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. До свидания.